Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Ну что, биткоин у нас пробивается с вами, наконец-то, на младших таймфреймах. Вон, посмотрите, 10-ти минутка, какая быча. 30-ти минутка, удерживаем сетку EMA Ribbon, наказываем шортистов. Вот, в общем, все идет по плану, наконец-таки. Посмотрите, часовой таймфрейм, мы удерживаем экспоненциальную поддержку. И 4-х часовой таймфрейм, друзья мои, тоже, как вы можете видеть, мы удерживаем сетку EMA Ribbon. Это все, конечно, хорошо, но, на самом деле, что нам сейчас действительно нужно, так это пробить вот это локальное сопротивление. Посмотрите, мы снова уперлись в этот уровень 17-200, 17-300, прямо сейчас с ним работаем. Вот здесь было очень много сопротивления. Вообще, я думаю, что пока я выложу это видео, высокая вероятность того, что мы его пробьем, и дойдем уже вот до куда-то до этого уровня, в районе 18-400, 18-500, который является локальным нашим сопротивлением из вот этого W. Почему я считаю, что это W, и оно пойдет наверх, ребят, сейчас я вам покажу. Взгляните-ка на вот этот квадрографик Bitcoin, Ethereum, Dash и Litecoin. И если вы подписаны на наш канал, то вы, наверное, знаете, мы за ним следим уже пару месяцев, как старые альткоины показывают дорогу биткоину и эфиру. Ну, то есть, посмотрите, здесь реально видно, что Litecoin и Dash являются опережающими индикаторами. То есть, они уже пробивают вот это локальное сопротивление, о котором мы только что говорили. И разница лишь в том, что у них вот это локальное сопротивление, там, где у битка сейчас 18-300, оно же совпадает, собственно, с предыдущим значением, откуда мы упали. При этом у битка это значение 21000, то есть, смотрите, по Dash и по Litecoin мы уже закрыли все падение. Получается, что по битку и по эфиру, если мы закроем все падение, то биток мы увидим на 21000, а эфир на 1600 примерно. Я думаю, что это наиболее вероятный сценарий сейчас. Хотя, конечно же, дисклеймер, друзья мои, это рынок, все может пойти и по-другому. Но круче, ребята, круче битка даже ведут себя некоторые альткоины. Вон, посмотрите на тот же самый BitDAO. BitDAO попер без остановки абсолютно и вырос уже на 70%. Это, конечно же, фигня для крипторынка. Мы отдаляемся с вами и понимаем, что никуда он еще не вырос. Вот он дошел-то только-только до своего предыдущего дна вот этого в районе там 41 копейки, да, 41 цента. И также, смотрите, у нас же здесь есть еще нисходящее сопротивление вот такое вот экспоненциальное, которое мы тоже пробили. И сейчас потенциально будем бэктестить как поддержку. Короче, что я хочу сказать, что BitDAO, если сейчас удержит вот эти уровни округленно 40 центов, ну, может, заколит там на 39-38, но потом все-таки удержит, то это To The Moon, ребята. Потому что, посмотрите, он еще не начинал расти. У него следующее сопротивление это 0.79-0.8. И дальше там уже как бы все, что выше доллара, ребята, это среднее значение BitDAO. Доллар полтора, вот. И не забывайте, что, опять же, это у нас неофициальный, но как бы биржевой токен Bybit, поэтому потенциал здесь, конечно же, огромный. Но, как вы знаете, я разгрузил большую часть своего лонга по BitDAO, поскольку я так очень хорошо залетел. Среднюю уже, естественно, сместил, поэтому сейчас не захожу. То есть у меня вход был вот здесь, в итоге он сместился, как видите, вот сюда. Я пока не захожу, разгружаюсь, буду ждать хоть какого-то отката. Да, пускай даже он BitDAO сейчас сходит наверх лучше, но я зайду потом на откате, пускай даже выше, чем сейчас, но я зайду как бы на красной свечке, а не на зеленой, впадая в фома. Это моя стратегия, ребят. Напишите в комментарии, какая у вас стратегия и в каких вы позициях находитесь в данный момент. В общем, что я продолжаю делать? Это держать свои лонги, те, которые еще не дали, конечно, таких иксов, как BitDAO, и плавно-плавно разгружать. По целям, ну, что тут говорить? Вот, аудио, давайте взглянем. Аудио, в отличие от BitDAO, кстати, еще даже не дошел до своего предыдущего дна. Посмотрите, у нас предыдущее дно по аудио, это, ну, вот оно объективно, много здесь было поддержки, это 26 центов. То есть, о чем это нам говорит, что тупо в рамках технического отскока аудио может сейчас пульнуть еще там на 69%, скажем, просто как пить дать. Как будьте здрасте. Вот, и, кстати, напоминаю вам, что аудио тоже офигительный проект. Это не просто токен на блокчейне, у него есть реальный масс-адопшен, это Crypto SoundCloud, друзья. И у нас тут тоже, кстати, есть музыкальная страничка, если хотите, зацените, обязательно. Ссылочку добавлю в описании, мы там скоро будем презентовать новый альбом. Вот, и это реально рабочая тема, я полазил по нему, то есть это не какой-то фейк с ботами, тут реальные музыканты, их достаточно до хрена. Вы можете вот слушать их, как бы вам будет предлагать, исходя из ваших предпочтений. Абсолютно разная музыка, также, если вы музыкант, тоже вы можете там зарегаться и выкладывать свои треки. Достаточно прикольная маза, также они раздают эти аудиокоины за активность. Вот, видите, у меня уже какой-то там бронзовый статус, можно ими донатить, собирать там и прочее-прочее. Короче, классный продукт, в отличие от большинства криптотокенов, у которых кроме идеи вообще еще ничего нет. Ну, давайте вернемся к биточку все-таки, чего нам ожидать в ближайшее время. Посмотрите, ТРДР нифига не сигналит, значит, собственно, ожидать нам продолжение движения. Как только ТРДР начнет давать какие-то вот такие штуки, я вам обязательно сообщу у нас в Телеграм-канале. Вот почему нужно обязательно проверить вам подписочку на наш Телеграм-канал и на наш Телеграм-чат тоже, потому что там максимально быстро вся эта информация. Что здесь может произойти? Я думаю, что мы можем здесь упереться в сопротивление и, вероятнее, даже его пробить, и пойти закрывать, как я уже сказал, вот это падение. То есть мой главный план сейчас – это биток обратно выше 20 тысяч долларов. Но как оно будет, посмотрим. Есть только один способ узнать, ребята. Поэтому поживем, увидим. Касательно моих позиций, вот они все в плюсе. Я сейчас буду плавно их, конечно же, крыть, пока они все в плюсе, да. Добавил еще немножко манера. Вчера, после вчерашнего стрима, мы с вами говорили, манера для меня тоже выглядит невероятно по-быче. Да как, в принципе, большинство альткоинов сейчас, у которых что-то за которыми стоит, скажем так. За манерой стоит то, что это реально децентрализованные криптовалюта, вторая после биткоина, то есть все вообще шифропанки, хакеры там, я не знаю, со всего мира майнят манера. Вот, короче, манера тоже на самом деле надо аккумулировать. Но так же, как и Dash, как и, я не знаю, Zcash кому-то нравится там. Это дело вкуса, ребят. Мне нравится Dash, я покупаю Dash. Я же вас не заставляю его покупать. Как бы, ну то, что он эксанет, я в этом вообще практически не сомневаюсь. Посмотрите, как он четко, как он четко пошел против битка наверх, как мы отметили, и удерживает вот эту предыдущую линию сопротивления в качестве поддержки. Соответственно, тут отскок куда-нибудь там на трехзначный Dash тоже напрашивается, ребята. Другой вопрос, что многие зашли в него по 300, по 400, и что им делать? Ну как, что, друзья, ждать, ждать. Рынок это машина, где деньги получают те, кто умеет ждать, а те, кто ждать не умеет. Поэтому все ссылки в описании. Напоминаю вам еще про биржу BitGet, на которой начнутся вот уже буквально сегодня начнется регистрация на соревнования в нашей команде. Турнир по трейдингу Crypto Commons. И да, эта биржа крута тем, что здесь никакого KYC до сих пор не требуется. То есть вы можете выводить, заводить без верификации личности, торговать в инверсной кросс-марже, имея в обеспечении вообще что угодно, торгую чем угодно. Короче говоря, прикольная штука, на других биржах такого нету. Поэтому зацените и проверьте, чтобы вы были зарегистрированы именно по нашей ссылке, чтобы участвовать в нашей команде. Если у вас уже есть аккаунт на бирже, вы можете без проблем завести второй по нашей ссылке, чтобы получить дополнительные плюшки и бонусы. Все подробности у нас в Телеграме. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей. Если у вас вообще еще нет биткоинов и вы полный нуб, у нас в описании есть ссылки на рабочие обменники, P2P обменники, шахта, fastchange, на которых вы можете спокойно, без проблем, купить или вывести криптовалюту со своих карт российских, украинских, казахских и прочих банков. Так что не тупите. Сейчас начинается время возможностей. Пока другие продают и говорят, что крипта это скам, надо ее аккумулировать, покупать и ехать на этой волне, ребята, на новые хаи, как это обычно, собственно, всегда и происходит. С вами был Гриня. Всем хорошее настроение. Вроде ничего не забыл. И до следующего видоса. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok